Родился нам, сын дан нам, владычество на раменахму, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Младенец родился нам. Исайя мог говорить так, потому что в божественном плане все без времени, в одном числе. Кроме того, а если это Бог, то Бог не мог родиться. А он только воплотился. И они понимали, что с Исайей тот же самый Бог. Вот почему они говорят в настоящем времени. Итак, первое имя ему мы рассмотрели чудный, второе имя советник, и далее Бог крепкий и отец вечности. Посмотрим, что об этом говорит Священное Писание. Владычество на раменах его. Что такое владычество? Это полная и абсолютная власть и покорность всех, кто находится под его властью. Самопевец завид 102-й псалом до 2-й си говорит так. Во всех местах владычество его. Вот узнаем, что на всем земном шаре всюду и везде покоряется Богу, нашему Иисусу Христу. В разное время отправляет Рождество, тем более его три столетия и никто не знал, почти четыре столетия. Это Иоанн Златоуст попытался установить точную дату Рождества. А это уже к пятому веку восходит. Во всех местах речь идет и о небе и о земле. Это на мне всякая власть на небе и на земле. Уходя из земли, Господь сказал эти слова. В 144-й псалом, 13-й стих. Это говорит Давид за тысячу лет до рождения Христа. Владычество твое во все роды. Если владычество на раменах его, мы сначала рассмотрим, где оно, когда, когда, во все времена. Значит, и тогда оно было при нем, и до него было, при нас и после нас будет, и во веки веков. У Даниила 6.26. Владычество его бесконечно. Прямо так и написано. Любой правитель имеет конец своей власти. Вот вчера что-то он обещал, я вошел с ним в общение, в близкое. А сегодня его убили выстрелом, и вся команда его рассыпала. Сегодня губернатора нет, и всех остальных-то уже убирают, редко кто остался. Епископа нового прислали, он всю эту команду заменил. Всех своих с собой притащил. А владычество Сына Божия, рожденного Девы Марии, бесконечно. Пророк Захария 9 глава 10 стих говорит так. Владычество его будет от моря до моря. Чтобы нам более понятно было. Во Христа верят и северные народы эскимосы, и южные африканцы, и в Америке верят, и в Европе, и в Азии. И ангелы верят, ибо он показал себя ангелом и проповедан у народов. Во второзаконе 10 глава 17 стих. Он есть Бог Великий и Владыка Владык. Написано, Господь господствующих и царь царствующих. Мы привыкли к этим словам. Но кроме этого он Владыка Владык. Если Владыками называются епископы и патриарх, то он над ними Владыка. И кого нам нужно слушать? Это ясно того, кто выше. Потому что эти Владыки тысячи лет запрещали Библию на родном языке считать. А тот Владыка говорит, и следуйте Писание, ибо вы думаете через него иметь жизнь вечную. Это большая разница. В 4 книге царств 20 глава 5 стих. Он Владыка над народом моим и над скинией своей он Владыка. Поэтому он Владыка над нашим алтарем, над тем, что там делается. Если бы сегодня все это помнили, и вот собрались епископы и сказали бы, давайте рассмотрим, проревизируем, а все ли у нас в алтаре делается по слову его, то завтра бы уже кое-что изменилось. Уже народу стали бы давать причастия отдельно, тело и отдельная кровь, а не с ложечки, а как первые христиане. Во времена Затауста еще причастие получали в руку, и сидали, и пили из одной чаши все. А далее, по слову Божьей, сейчас бы все мощи похоронили, потому что прах-то и в прах возвратишься. По порядку-то все, если бы начали сейчас сделать. А он Владыка святого своего места. Владышество на раменах его. На раменах означает на плечах. Это рамена. Правая и левая. Пророк Михея, 4 глава, 13 стих, говорит так. Посвятишь богатство свое владыке и владычеству его. Вот надо помнить нам, что нам Бог дал, какие дары, таланты, умения, грамоту. Это все надо посвятить Ему, если мы признали Его над собой владычеством. То, что мы здесь поем, это по закону положено. Но закон надо воплотить в жизнь. Тогда он будет иметь силу лично для нас. Если мы сказали, что он чудный, разбери, когда он чудный. Когда ты его чудным представлял перед людьми. Если он такой чудный, а это сверхъестественное чудо всегда. Когда ты это чудо чудного Бога распространял, ходил, звал людей, чтобы они поклонились Ему, как владыки влады. Ты к себе это примени, усвой, как говорит Иоанн Златоуст. Во втором послании Тимофея 2 глава 21 стих говорит о том, чтобы мы поклонялись и служили владыке, владычество которого вечное. А в Откровении 1.5 говорит, что он владыка и над всеми царями. Владыка над всеми царями. Не просто Господь гостосствующих, а владыка и царей. Пророк Варуф 3 глава 24 стих говорит, как пространно место владычества его. А где Господь находится? Один спрашивает. Покажите, а он говорит, он есть всюду, его нет только сердца грешника, запомните. А так он, Господь, всюду находится. Где мы встречаем слово рамина? Давайте рассмотрим по слову Божию. Чтобы наши рамина, по подобию Христа, носили иго его, ибо иго его благо. В книге Исход 28 глава 12 стих повеление было дано Моисею и Аарону, чтобы на двух нарамниках, нарамнике это плечи, в двух гнездышках специально были положены два камня, на которых написаны имена двенадцати колен Израилевых. Вот для чего даны людям плечи. Плечи это сила, это на раменах его владычества. А Боги мы познаем, как правило, через то, что видим. И дивен он во святых своих. Когда люди исполняют заповеди Божии, мы говорим, поступают, как он поступает. Чтобы люди увидели в нас, что мы несем его иго, что рамена наши, плечи наши, сила наши идет на то, на что он посвятил их. А то всю жизнь человек горбатится, работает, зарабатывает повышенную пенсию, ударником труда делается, а заповеди Божии не нес на себе. Это означает, что входя священник в алтарь, когда одевается по полной своей форме, он должен помнить все двенадцать колен Израиля. Вот сейчас, допустим, священнику бы написали, на одной стороне все области России, а на другой все края. Перечисляют по порядку Новосибирское, Горный Алтай. И он, заходя там, должен молиться за представителей этой власти. Тогда молились всего за двенадцать колен Израилевых. Надо принять это к себе. А сейчас так скажи, а как это будет выглядеть? Что он должен в Волгоградскую область вспоминать? А там еще и Ленинградская, это имя нечестивое в алтаре зазвучит. А ты не рассуждай, Бог так сказал. Во Второзаконии, 33 главе, 12 стих. Бог покровительствует ему. И человек, чтобы нес иго его между раменами его. То есть Господь показывает на свои плечи. Я подумал, а как на двух плечах может нести? А как можно овечку нести, когда ты ее несешь? Вот я пастухом был. Овечку берешь, передние ноги с одной стороны, задние здесь, положил себе и несешь. Вот его рамена Господа загружены тяжестью спасаемых овец. И возьмет на плечи свои. И принесет, и скажет, порадуйтесь со мной, я нашел потерянную овцу. Ты хочешь увидеть на его? Покажи, как ты спасаешь другого? Как ты распространяешь весть о Христе? Друзья твои близки, с кем ты знаешься? Их рамена загружены тем же самым, как у Господа. Вторая книга, Паралипоменон, 35 глава, 3 стих. Говорится об Иосии, о царе, который приказал левитам своим, чтобы они не носили более ковщек на раменах своих, но служили бы Господу Богу своему. Мне приходят размышления, что эти слова, это приезекие было, царе, что это относится и к нам сегодня. С чем только и не нагружены рамена священников. Вы думаете, так легко рамена подставить под ту тяжесть, которую на тебя нагрузят? Ну немножко ты пройдешь, а потом ты почувствуешь, что тебя давит. И вот нагрузили себя сегодня этими крестными ходами, крестами, мощами по всему Союзу, по всей России прошли сейчас мощи. И столько об этом пишут великое дело. Отрезали палец от инокинии Варвары, руку по локоть отхватили, что она мало еще в жизни настрадала с Елисавета, родная сестра царицы. Это специальный ящищик украшили, но мастера есть, они что угодно могут украсить. И по всей стране проехали и показали, это начало возрождения. Какое же это начало возрождения? Может быть это начало того, что показали, что вы ничего не знаете. Это приоткрывается завеса, что Слово Божие не знает архиереи. Да если бы они знали Слово Божие, они бы взяли Библию в киот, а рядом бы тогда и открыта была. Да прославили Бога, что дал таких чудных перевозчиков, что на русском языке нам дали Библию. Да по всей стране бы объехали, как сектанты. Вот это бы можно было сказать действительно так. Об этом же говорит во второй Езре, 1 глава, 4 стих. Псалмопелец Давид, 80-й псалом, 7 стих, говорит так. Я снял с рамен его тяжести, и руки его освободились от корзин. Готовясь к этой проповеди, я не раз возвращался к этим стихам. Я уже говорил на эту тему. Вот у нас в Потеряевке первые годы наши фермера, они связаны были тем, что нет техники, а те, кто помогал, с ними в содружестве было, они только по воскресеньям могли помогать. И они по неволе были задействованы на воскресенье. Но сейчас этого нет. Свои комбайны, свои трактора, и мы зато просим прощения. Но в городе какая тебе нужда по воскресеньям работать? Ведь нас увидеть и завтра на Рождество, может, некоторых не будет. Потому что хозяева, которые новые дорвались до власти, они страшно жадные. Они советская власть соблюдала 8-часовой рабочий день, 2 выходных. А эти и субботы работают, по 16 часов приходят. Надо, я не знаю, это в каких-то штольнях, рудокопиях, самых страшных тиранов, приговоренных к смертной казни, раньше так работали. А это работает у меня скользящий график. И название-то само на себя говорит, ну раз скользит, где-то удержишься на нем. Освободились руки, он снял тяжести. С них еще выходить не снял. И руки-то освободились, чтобы ты в этот день пришел, просер руки к Богу, ты помолился, сходил к больным, навестил у вечных. Давид говорит, снял, срамен его тяжести. С наших братьев, еще с некоторых, не снят эта тяжесть. Я попрошу помолиться о них. И если вы знаете, кто работает, подойдите, поговорите. Скажи, будет время, когда вас запрягут, вы не распряжетесь. Писание говорит, ни вол, ни осел не должны работать. Что ж ты свою душу хуже быка держишь-то? Хуже колхоза всякого. Да какая же тебе нужна, когда сейчас нет советской власти? Ты сам пошел туда-таки ради денег. А другой работы нету. Неправда. Другая работа есть, ее не хочешь искать. Повторяю, адвентисты седьмого дня ни один не работают. Живут же в этом городе Барнауле. Какое еще доказательство? Пророк Исаия, 22 глава, 22 стих говорит. И ключ дома Давыдову возложу на ромена его, и отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит. Мы можем по-разному понимать. И все-таки слова Златоуста имеют силы по сегодня. Без всех священных рук священников смертным недоступно небо. Дух бунтует. А ты согласись с этим. Так написано. Я обращаюсь к тем, которые нарушают в первую очередь. Вы вспомните, как было с Давидом. Самое доброе намерение выразить сочувствие по случаю смерти соседнего царя. А сын неопытный, его научили обрезать половину бороды и половину одежды. И что, Давыд? Дальше он не знал, какое решение принять. Но явно, что унизили. Потом будут воины из-за этой бороды. 80 тысяч сразу убьют. Дорогие бороды. Вместе с головами отхатятся. Но Давыд сказал, поруганные должны сидеть в Ерехоне, город проклятия, пока не отрастут бороды. Откуда он взял эту меру, пока не отрастут? Ведь она медленно растет, даже не замечаешь. А когда надо точно, да раньше ты не вернешься на свое место и жену не увидишь детей, тогда каждый день бы ее вымерял. Почему? Борода это честь для мужчины. А для женщины у нее бороды нет. Волосы на голове для женщины честь. Запомните, что у нас даже спрашивают, стоит ли волосы секутся, подрезать. У нас это не принято. У нас нет в уставе этого про женщину, но волосы не трошьтесь. А если такое случилось, примите за правило, все-таки оттуда братья на себя. Доколе не отрастут волосы, считайте себя оскверненными. Будьте соглашенными. У нас тут был брат один, подстриг бороду, батюшка его выставил в коридор. И он стоял там, пока не отросла борода. Считаю, абсолютно справедливо и по слову. Это владычество Господне. Священник имеет эту власть. И этот закон на наших раменах лежит. На наших плечах. Книга Варух, 2 глава, 21 стих. Так сказал Господь. Склоните плечи ваши, чтобы работать царю Авилонскому и будете жить на земле, которые я даю вам. Вот какое дело. Близится это объединение. Уже в этом году будет, видимо, очень близко все. А Господь повелевает прямо, подклоните плечи ваши. Наложит на нас какое-то иго, но какое мы не знаем. Может быть, это иго благовестия. Господь скажет, они сегодня воюют против вас, а тогда никак нельзя, потому что мы подадим патриархам. Мы тогда смело пойдем в те храмы. Будем стоять на том, свидетельствовать, добиваться встречи со священником. Будем перекрывать все ходы. Пока Библия не станет на первое место. Вот пишут сейчас послание рождественской местной епископ. Я почитал, ну, конечно, в Мирской печати, там уже сокращенное. А полное, это в их епархиальной газете, примерно на полторы страницы. Упоминает, то есть ссылается четыре раза на слово Божие, глава, стих. Все вообще не было. Я решил сверить. Ну, высший патриарх. Патриарх точно так же на полторы страницы и точно так же четыре раза ссылается на Библию. Ну, понятно, кто у кого, на кого ориентир держится. То есть они строго держат ранжир. Ну, разве можно сравнить с нами, когда над нами никакого цензора нет? Мы открыто говорим. Десятки мест приводим из Библии. Я вчера посмотрел и увидел. Даже здесь они связаны вот этим чинопочитанием. Да если тебе Бог открыл еще больше, а при чем тут патриарх-то? Скажи на три страницы. Тридцать три места приведи из Писания. Нет, посмотрел, но никак не выходит на несколько срочек поменьше патриарха. Я тебя почтил, я знаю, но я тебе подчиняюсь. Я понимаю, почему не так. Я делаю дома сверку, сравниваю и вижу, что и здесь нет свободы духа. А где дух Господень, там свобода. Ты ничем не будешь сравниваться, а только ориентир держать на Господа. Послание Иеремия, первая глава, она одна, четвертый стих, говорит так. Теперь, когда вы будете в Вавилоне и увидите боговых, серебряных, золотых и деревянных, которых носят на плечах язычники, то вы не бойтесь их. И первая глава, двадцать пятый стих, говорит так. Ибо они без ноги и носятся на плечах. Я не хочу сказать ничего на иконы, у меня иконы есть. Но уж очень это похоже, когда вот этот Курский ход показывает старинные картины. Огромные иконы на плечах, там с каждой стороны человек по пятнадцать. Ну, видели Курский ход, с иконой идут они люди. Ну, как это все-таки похоже? Ну, Бог не положил нам этого в обязанность носить где-то иконы. Наложить огромные кресты, с ними ходить. Вереги на нас. Нет. Иго его. А иго его благо. И бремя его легко, потому что делается с любовью. Вот кто видит, как я сижу за компьютером по десять, пятнадцать, шестнадцать часов. Все говорят, как вы любите это дело. Я раньше делал печи, и кто со мной рядом был, они все заражались этим. С любовью делать просто надо. Да, это грязь, это пыль, но я понимаю, как человеку будет тепло, как хорошо. Вот я книгу выпустил, да, будут пылить, но где этот конец? Не будет никакого конца, вечно все уйдет. Какой же конец-то? Потому что Бог благодать дает не меры. Реки чистой, живой воды дает. Ты только благодари Бога, и молись и делай с любовью. Серахов 6.26 Кто желает искать премудрости, тот подставит ей плечо, и будет носить ее, и не будет тяготиться узами ее. Дети, любите учиться в школе, и умейте доброе брать, плохое отсевать, как метину. Познавайте мудрость. Подставьте ей плечи. Вот ты что услышал? Но я-то беру один только стих. Неужели вам не интересно, а что впереди про Рок Исаия говорит в 9 главе? Прочитал? И правда, впереди еще пояснения, намеки. Так это в 9 главе. А если в 8 посмотреть? Ну то подставь сердце свое. Подставь свой лоб. Пусть Господь постучит этими главами-то по голове. И ты почувствуешь, как все размякнет. В книге Бытия, 49 глава, 15 стих. Говорится о том, чем должны быть заняты наши Ромена. Ромена, владычество на Роменах его. Ну а нам, как наши пещи, чему подставить? Мы же подражаем Господу. Увидел Ребекку, которая несла на плече кувшин ее, и далее она как воспользовалась. Ведь он-то из дома вышел, когда... Или азар-то не загадал, я приду к колодцу, а там будут девушки красивые, и я какую-то выберу, а может какая-то напоет. Он ничего не думал, мгновенно, спонтанно у него тут же родилась мысль, вот поет. А как узнать, какая хорошая нет? А вот я попрошу. И которая скажет, тебя напою и верблюдов даже, сверх того, что прошу. Но явно, что хорошая. Потому что кому я ее сватаю, тот очень щедрый. Такая семья богата, и столько странников принимает. А если она такая скупая будет, зажмет все под себя, и вот, скрутит под себя. И по этим качествам он ее нашел. Он увидел, что ромена и ее не для себя воду носят, только для других. Чтобы люди видели наши таланты, видели, чем мы загружены, радовались, что мы для них приносим какую-то пользу. В книге Исход, 12 глава, 34 стих. Говорит, как Господь повелел выйти народу из страны египетской. И народ вышел, не успели подготовиться, и на плечах несли тесто свое, которое еще не списло, и квашни свои завязанные в одежды. Вот это-то прям к нам относится. Какой хлеб мы напечем? Чтобы вам вот это вот дать, мне недели едва-едва хватило. Спечь. Завернуть в одежду. Донести в одежду, то есть, разбавить чем-то таким, чтобы близко на сегодняшние дни было. Понятно. В Бытие 49.15 Господь говорит так, что человек будет работать в уплату дания, подставить ромена свою. Я бы думал, а где так подставляют? А потом увидел, что вот эта вся ипотека, кредитная система, которая закабаляет человека, и когда заканчивается лет на 15, или сколько дают они, ты минимум два дома уже заплатишь. Ведь они все это недаром делают. Это подставил ты плечи свои. А как мне? Жить тогда негде. Я не знаю как, но только не так. Может быть, надо среди своих взять, там, беспроцентно, или что-то еще. Но надо просить об этом. Чтобы на чужого дядю-то работали. Многострадальный Иев. 31-я голова, 21-й, да, 2-й говорит так. Если я поднимал руку мою несироту, то пусть плечо мое отпадет, плечо мое отпадет от меня, и рука моя пусть отломится от локтя моего. Если что, поднимал руку несироту. Вот уже нам показывает, чем должны быть мы заняты. Это помощью ближним. И как сегодня наговорят, социальное служение. Пророк Исаия, 49-22. Я выставлю знамя народам. И на руках понесут дочерей твоих и сыновей твоих со всех сторон. Вот с чем мы должны быть заняты. Господь собирает изгнанников своих. Это дает право и нам идти всюду свидетельствовать, трудиться для Господа. Мы сегодня не слышим православия проповедей вообще на эту тему. Ян Затаус ратовал и такие, как Иероним Стридонский. Блаженый Августе, чтобы все знали Священное Писание. Чтобы все трудились, распространяли проповедь Христу. Потом пришло время. Писание стали отбирать, и чтобы никто этого не знал. Матфея, 23 глава, 4 стих. Господь говорит, что священники, фарисеи, связывают бремена неудобно симую. И звали на плечи, на рамена людям, а сами не хотят и пальцем двинуть. Чем нас здесь загружают? Если нам это еще как-то сходит, многое мимо нас проходит, то посмотрите в храмах, где люди ничего не знают. Что им говорит священник? Человек приходит и плащет, совесть мучает. У меня грехи. И он советует ей сделать паломничество. Вот сейчас с корабельников, ты пешком сходи. Вот столько-то надо мест святых обойти. И далее говорит, или вот прочитать там 400 раз. Псалтырь. Еще что-то накупить, ходить там раздавать. Такие бремена накладывают. Но мне вот сегодня такой человек звонит по подобным темам. Я говорю, да я откуда могу это знать-то? Ну я вот делал так, а получилось так. А почему священник тебе не отвечает? Не могу я ответить. Тем более ты у нас уже был. Мы к тебе никого не приглашаем. На знака даем пример. Мы стараемся ничего на вас не наложить. Братья, когда проповедуют, вам где-то говорим. Внешняя форма одеяния. Ну какое это бремя? Да и это как-то человека сжимает все-таки. Ты от мирской стороны привернулся все-таки в духовной. Евангелист Лука 15.5 говорит о том, что владычество на раменах его спасением. Что за каждую овцу он борется, выхватывает из пасти, лечит ее, кладет на плечи себе на рамена и несет. Все мы, находящиеся здесь в храме, думаю, прошли этот путь, когда Господь нас нашел. Мы все покоились на его раменах, и сегодня он нас несет. И никто над нами не властен, ибо владычество его в роды родов. И владычества его нет конца. И познав все величие, которое дал нам Господь в имени христианинам, будем хранить его и прославлять его. Что чудный наш Господь, он владычествует. И мы покоимся и ныне на раменах его. Аминь. Помилуй меня, Господь, по великой милости Твоей.